на глубине сибирских руд сидят два мужика а дальше продолжите в камендах привет в общем всем вас смотрю набралось уже 40000 в общем 4 вроде тысячи четыре человека как-то так я утром глядела наверное это много я даже не ожидала чтобы на меня еще подписываться будете спасибо был у меня какой-то запрос такой в прошлом году еще вчера блокнотипа лазала и вот объединка как раз с тем самым частично запросом общем когда-то я говорила видать видео что у меня есть рубли с лениным и вот мне кто-то попросил обзор этих рублей с лениным сделать но и каких-то там еще монет но я вчера вот если вы вдруг случайно подписаны на мой инстаграм то возможно видели там пару таких фоток какой-то дребедение вот этой доисторической шкатулочки там она даже в одном месте он еще обнаружила у нее не то что сколы на краска от отваливается или что такое кстати вот да в кадре меня наверное сегодня не будут будут только мои лапки поверх ногами вот тут тут можно даже прочитать что там такое написано по-моему тут на половину таком украинском советском не знаю что вообще какая тут письменность но художник такой-то село такое-то дмитровская вроде область но я думаю если чего вы рассмотрите даже нажмете на паузу делайте скриншот увеличить или как-то так благо тут расширение бот вполне 7 меняемая в общем чо чем меньше пишешь видео тем больше линии получилось так что тут на днях купила велосипедик и стараюсь каждый день на нем наматывать конечно не километры не знаю насчет километров но немножко так покататься пытаюсь сегодня у нас внезапно получился дождик и видимо именно из-за перепада погоды выходя из ванной я слегка не то чтобы нырнула потому что уже вышла из ванной но голова у меня слегка закружилась в общем вы там не знаю может каментах пишите какие-то там свои запросы или напоминайте что то если вам еще интересно что-то от меня получать потому что я как-то саму себя все пытаюсь как-то подпинать к видео но руки все так как-то не доходит но и за великом я немножко не вписалась план пришлось темпе вальса доделывать перевод для рендроп в общем такие пироги и я сначала хотела записать один видос посвященный циферкам из сыра а другой видос посвященным рублям но так как у меня тут они оказались обувь в этой коробочке то я наверное сделаю то и другое все вместе так что вот пожалуй приступим я думаю не знает насчет как вас но я люблю сыр я люблю сыр и раньше я в этом сыре доставала циферки то ли сейчас сыр стал не такой может быть из-за того что удастся слегка испортился когда эти всякие санкции пошли просто сейчас вообще не в курсе что в россии является из-за россии но вообще в мире в этом плане но вот сыр слегка попортился по крайней мере тот который я покупала он уже какой-то не такой был последние года два уже и циферок сыре не попадается мне больше или это ни сыр не не такой сыр покупаю ли я не там этот сыр покупаю. Или сыр уже не такой, без циферок. Ещё в Угличе делали этот сыр-завод. Сыр, я не знаю, что-то мне не попадается или российский сыр, или я опять же не там покупаю, или у нас больше не делают такой сыр. Или в него циферки просто не добавляют. Слушайте, вообще-то я не знала, что у меня столько циферок есть. Да, вот тут у меня всякий такой склад. Это мне дедушка делал яйцо, чтобы я его бисером оплетала, где-то даже вроде есть или не знаю, сохранилось или нет. До середины где-то, или две трети я сделала бисером. Тут я его какой-то краской уделывала, по-моему, флуоресцентной какой-то фиолетовой акриловой. А это я, по-моему, сама пыталась делать из чего-то это яйцо. В общем, ну да, где дедушкино, где моё. Тут всякая требюха, но я думаю, эта требюха вам особо не интересна. Я сама не особо в курсе, что там сейчас. Но у меня тут как бы часть пакетика получилась просто зная моего кота, чтобы оно ночь сохранилось. Хотела я вчера вообще ночью записать, но подумала, что во-первых, мне наш японист подкинул аниме про велики. Там в первой серии было сказано, а еще он мне тогда втирался, она ложится вовремя. То все, короче, высыпаться, если вы катаетесь на велики, правильно питаться, сказала девочка в первой серии марафонцев. Ну, а не так, переведены на русский. Именно под этим русским названием можно это найти. посему я решила все-таки лечь спать, хоть и не совсем вовремя, но и убрать от кота подальше некоторые вещи. А то он у меня любит все, что не приколочено тащить. У меня с прошлого воскресенья были привезены из деревни, когда мы ездили на сегодняшний день. В общем, видео вот этот деревенский влог был, да, я там собрала немножко себе гусиного лука. Очень люблю эти желтые цветочки, первоцвет. И у меня этот товарищ вот чисто вот стоит в стаканчике с водой, этот маленький букетик. Я-то думала, ну он может ест их, но фиг знает этого кота, что ему хочется. А он их так аккуратно зубками, лапками по цветочку вытаскивал, что-то съел, что-то на кухне по полу раскидал, что-то вообще просто заиграл. Вот такие пироги. В общем, вот у меня тут столько циферок. Сейчас мы с вами посмотрим, сколько у меня их тут. Чего у меня вообще тут есть? У меня тут есть восемь. Восемь. Сейчас мы это как-нибудь опустим, чтобы оно было видно. Восемь. Да, это, кстати, у меня что-то типа мольберта, не мольберта, но досочка, на которой я рисую, она еще приподнимается вот так. Там специально такая вторая часть делала. Дедушка, кажется, делала-то. Говорят, что нам, сестрам, но я его не помню в детстве, наверное, моим сестрам делал начерчение, потому что, в принципе, у меня практически ни с чем в школе проблем не было, кроме черчения. Черчение из-за того, что у меня левая рука, видимо, не так держала циркуль. Так, у нас тут есть двоечка. У нас там соседи на улице что-то орут. Вот здесь это уже, видимо, циферка не совсем такая кошерная. Наверное, последние вот эти циферки, которые добавляли в сыры, потому что это вроде как нолик, но какой-то он кривенький. У нас тут есть еще одна двоечка. Кстати, кто-нибудь из вас коллекционировал цифры в сыре? Или это только я такой странный коллекционер? У нас тут есть четверочка. Прямо какое-то число загадочное дело. У меня, кстати, еще одна двоечка. Кстати, они разные двоечки. Видать, разных годов. Так вот, чтобы было видно, сюда поставлю. Вообще, я очень надеюсь, что я сегодня покатаюсь на велике и по собственному желанию еще хочу сходить в сад. Типа физический труд, то-се. Я слегка набрала в области нижнего полушария мозга. На мне некоторые джинсики не совсем застегаются. Это у нас единичка, пятерочка. Так-с. Не поверите, еще одна пятерочка. Кстати, она побольше той пятерочки. Похоже на ту крупную двоечку. И еще одна единичка тоже немножко другая. Вообще, интересно, вот кто это видео вообще будет смотреть. Я не знаю, кому еще это интересно, может быть. Ну, помимо того, что я тут треп-трепаю, и помимо того, что я еще давно ничего не писала. И как-то у меня и апрель, так кажется, мало видосный был. Сам по себе еще одна двоечка. Сколько этих двоечек-то было. Столько не живут, сколько двоечек было. Да, я тут снимаю практически напротив окна. Не знаю насчет, как света, потому что у меня футик стоит практически перпендикулярно окну. Но он так даже повернут немножко. Еще одна пятерочка. Маленькая такая. Маленькая пятерочка. Это же пятерочка, да? Иди сюда. Цифра. Цифра, иди сюда. Да, это пятерочка. Пятерочка. А вот. Кверх ногами положила. Да, у меня еще мечта идиота. Надо мне будет покупать гамачок. В прошлом году я лоханулась, не померила, и купила гамак. Пришлось его потом в результате отдать одной знакомой, потому что нам он... Хоть там было написано, что два метра на зоне, но он был в лучшем случае на полтора. Не поверите. У меня тут есть семерочка. Ну, я так понимаю, судя по двойкам, двойки чаще попадаются в сырах. Кстати, если вы знаете, с чем это связано, что за цифры вот они в сырах попадаются, напишите мне в комментах, пожалуйста. Мне очень интересно. Я понимаю, что я могла бы это в Яндекс загуглить, но раз уж я тут это, их снимаю для вас, вдруг все же кто-то этим тоже интересуется, и хоть иногда задумывался. Единичка. Четверочка. Я слышу, как дождик все еще капает слегка по стеклу. Не знаю, слышно вам или нет, но вот. Не хочет он, чтобы я сегодня, сейчас, видимо, вылазила на улицу, на велике. Еще у нас есть восьмерочка. И вот дальше я только сейчас поняла, что шестерку можно как и девятку воспринимать, и как шестерку. Шестерка. И... Или девятка. Что у нас тут? Восемь, девять, два, нот, четыре, один, пять, семь. У нас нет тройки, да? Шестерка у нас может быть девятка, или так. В общем, такая вот у меня тут абракадабра вышла. И перехожу к своим рубилям. Ну, на самом деле, у меня тут несколько тенги, всяких разных таких Советского Союза. И вот в этой обезьянке тут раньше были конфетки. Я думаю, циферки чуть-чуть мы сдвинем. И котик мы немножко опять опустим. Чтобы было видно обезьянку. Вот эта обезьянка. Не помню, кто мне ее или глющук дарила, мамина подруга, или мама покупала, или еще кто, или вообще родня. Но тут у меня, я вчера посмотрела, у меня тут три разных, не то чтобы Ленина, но именно того периода рублей. Такие, слушайте, они такие тяжеловастые слегка. Сейчас я их отберу. В общем, вот таких вот у меня пять монет одинаковых. Тут у нас, сейчас скажу, что 20 лет победы над фашистской Германией. Слушайте, какое видео-то у меня с 20 лет победы над фашистской Германией как раз вот в честь, не то чтобы в честь, в канун 9 мая практически. Майские праздники, то есть все. Вот он. Я потом постараюсь поближе как-то это показать, чтобы было видно. И тут у нас один рубль Советский Союз. Наверное, ценные сейчас какие-нибудь или неценные, не знаю. Не у меня стояли вообще на полке. Вообще удивительно, вот у меня было столько всяких таких в кавычках друзей, которые часто приходили ко мне, или не часто, но вообще, что вот приходили, что-то у меня коммуниздили. А рубли почему-то никто не скоммунизил. Рубли никому не нужны. Книжки коммуниздили, духи коммуниздили, что только не коммуниздили. А вот рубли. А дальше вот у нас действительно с Лениным пошли. Четыре монеты. Да, и там, по-моему, еще один Ленин у меня. Вот здесь у нас четыре рубля с Лениным. С одной стороны у нас Ленин. 1870-1970-й. И что у нас тут? 100 лет со дня рождения в ИВ.И.Ленина. Один рубль, опять же, Советский Союз. То бишь, в 70-м году это счастье выпустили. Да, я потом постараюсь поближе это поставить. Тынги мы пока сдвинем. Мой папашка вместе с моей мамой, ну, вообще, мы коллекционировали раньше монеты, не знаю, наверное, говорил уже, когда он, короче, при разводе, он скоммуниздил у нас эту огромную такую коллекцию этих монет, особенно те, включая те, которые я маленько нашла у нас еще в деревне, серебряные всякие монетки. Ну, было, конечно, жалко, я тогда в шок впала, как вообще вот папаша у ребенка может что-то упереть. Может, оказывается, упереть. И последняя у нас партия. Слушайте, я только сейчас заметила, вообще не поверите, вот не знаю, сейчас вот здесь гляну, на этом нарубчике тоже что-то такое есть. 9 мая, 1955 год, 1 рубль. Это у нас вот как раз на 20 лет победы вот нарубчике. Я думаю, что, наверное, не видно будет вот в камеру, даже вот совсем поближе подставить. Ну, что, ну, вот оно как-то так выгравировано по краю вот этому. Здесь у нас звездочки. даже немножко покоцанная вот эта монетка. А где есть что? Можете еще пытались открыть? В общем, тут кружочки и звездочки. На боковушке это здесь 100 лет Ленину, дедушка Ленин, дедушка Мамин. Ну, и еще 4 рубля у меня тут тоже по рублю. это у нас просто тут Ленин, Советский Союз. 1 рубль. 50 лет советской власти. Слушайте, какая прелесть. 50 лет советской власти. Ленин. Ну, и по краю у нас тут слава великому октябрю 1917-1967. Слава КПСС это оказывается не имя и даже не фамилия. А Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не 4 разных человека. Но я думаю, кому надо, они помнят такой анекдот. Так, вот сдвинем мы нашего Ленина чуть-чуть. Чтобы он было куда положить и... Ой, монетки падают, монетки падают, цинги падают. Знаете, я когда-то очень хотела в Казахстан, даже на каком-то курсе писала экзамен по этнологии мне 5 писали по Казахстану. У меня даже где-то этот Талмунд есть, еще куча у меня информации. Тогда подружка распечатала, везде находила, потому что в основном в электронном варианте, потому что как-то еще... Ну, книжки, конечно, я смотрела. Ну, что, как говорит моя знакомая библиотекарша Машка, подружка моя, все, что в интернете, сейчас, в принципе, взято... Куда? Что в интернете? Да, ты с книжек. Когда моя знакомая бабулька говорит, что вот, ты все в интернете читаешь, ну, в принципе, большая часть сейчас книжек все равно в интернете. В общем, я, как обычно, с чего-то начала, на вот с этого, с Казахстана. Я даже пыталась что-то как... Я помню, что у меня препод, он, ну, он, конечно, приколист такой был. Может, он, конечно, решил, что я откуда-то скоммунитил. Он там вот такой, талмуд был, это и контрольный. Он говорит, я посмотрела, такая интересная контрольная. Говорит, я даже не знаю, к чему придраться. Ну, в общем, он меня попросил, по-моему, имя этого президента казахстанского тогда произнести, говорит, сможет, с одного раза. Сейчас я, наверное, не смогу, наверное, с одного раза произнести без запинки. Нарсултан Назарбая, кажется, так. Ну, в общем, я тогда бзикнута была на Казахстане и хотела туда съездить. Ну, может, когда-нибудь получится съездить. Нас кажется, даже в команде девочка из Казахстана, редактор-переводчик. Ну, тут такая, вообще-то, историческая монетка. Она какая-то уже вся вот так стесалась. Тут у нас этот самый герб, видимо. И, на удивление, тут эта птичка с одной головой, но у неё в одной лапе, кажется, топор, а в другой лапе может быть серб, потому что, я не знаю, тут вообще очень плохо так вот, даже мне видно, не то, что на камеру передать это как-то. А с другой стороны Република Остр. Что-то такое дальше вообще затёрто. И, видимо, один единичка и человечек. Вот. Кстати, слушайте, передала камера. При желании можно увидеть человечка. Это вот то, что у меня осталось от нашей этой коллекции монет. То ли моему папашке они не нужны были, то ли ничего. Ну, он мне просто их отдал тогда. Там у него такая книжечка была. Там монетка куча. Я не знаю, вообще жива у него эта коллекция. Мы как бы давно связь потеряли. Так, с... Бугад... Бугад... Найрам... Найрам... Мах... Так... Монгол... А, Р, Д, У, Л, С. Слушайте, я даже не знала, что у меня такая. Я думала, они все такие одинаковые. Б, Н, М, М, А, И, У. Б, Н, М, А, У. 1959 год. Это вот с одной стороны там, по-моему, всадник на лошади прется куда-то. Я постараюсь это как-то вот. Чтобы оно увиделось. Не знаю. Получится, не получится. Так. И, значит... Да, кстати, вот на этой, на боковушке тут настолько все потерто, что, по-моему, тут просто ничего нету на этой боковушке. Обычно такая... Не Ленин. Нету звездочек. Тут просто такие ребрышки. Сейчас заметила... Поняла, что чуть никогда не обращала внимания, как на современных деньгах сейчас. Но у меня кошелек где-то на глубине сибирских руд. Точнее, в коридоре. И за ним надо идти. И я уже, конечно, не посмотрю там, что. Вот, в смысле, на камеру. Да, вот это 15 менга. Все время думала, что-то тут тенге тоже написано. Тут 15 менга. Не знаю, что за 15 менга. Кто, может, это разбирается в монетках? Отпишите в комментах, пожалуйста. Так, и чего тут у нас? 50. Ну, это даже... Это не совсем латиница. Тут фиг поймешь. Ну, может, ты поймешь, но может, ты даже латиница. Но так как-то ведь иевато делаешь. Вообще непонятно. 50 чего-то. 50 чего-то. Ребристое, обычное. И сзади у нас настолько стерто. Ну, сзади у нас птичка со сложенными наполовинку крылышками. Вид сзади голова. И по кругу какие-то иероглифы. Я попробую потом их просто зафоткать. Может, если кому интересно, то скину, делаю ВКонтакте альбом. Может, даже альбом это в своей этой группе страницы Кунала. канала ютубного. 5 менги. Б. Н. М. А. У. 1970 год. И опять этот всадник. Видимо, они разные. А тут вообще она ровная. Никакого этого, никакой ребристости по бокам нету. Вот на этом самом ребрышке. Так. Вот. Все видно. Да, если вы знаете расшифровку, я понимаю, что мне легче загуглить, наверное, в Яндекс. Или типа того. Или, возможно, это когда-то в истории школы проходили, но я вот не помню. если вы знаете, что обозначает эта аббревиатура. Б. Н. Б. Н. М. А. У. Б. Борис. Н. Николай. М. Маша. Да. А. Александр. У. Ужик. Вообще, есть какое-нибудь имя нау русское? А. Ульяна. Во. Торможил слегка. Да, вот здесь вот этот герб слегка стерся. Ну, не то, чтобы его видно, но он такой уже практически ровненький. Обравнялся с самой монеткой. Я тут смотрела, вчера досматривала аниме. Проект Би. Б. Б. Прогжет. Б. Прогжет. Б. Проект. Как же там дальше? Амбициозное сердцебиение. Что бы я тут вспомнила насчет этих монеток. Вообще, по-моему, никак не связана на самом деле. Тут у нас ёлочка. Тут у нас, значит, ёлочка. 1951, кажется, год. Републик. Ли-ба-на-ис. 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 Фиг знает. Не видно, я по пальцам заслоняю. И ёлочка такая. И сверху какие-то такие полуэрографы. Или, не знаю, небо-то не небо. Пять. Пи-а-с. Пять пиа-стры. Пи-а-стры где у нас были люди? Пять пиа-стров. И сверху какая-то такая тоже витяеватая фиговина. Да, пожалуй, это надо будет заснять. Может, даже на заставку поставлю. В гимпе чуть нарисую такое. Типа видос про циферки и монетки. Тут опять тоже такое всё затёртое, кстати. Что там у нас на глубине сибирских рост было? Все они ровненькие, да? Я куда-то её положила. И забыла уже куда. Да, она тоже тут, это пиа-стры ровненькая. Что-то такое знакомое пиа-стры. Где не были вообще эти пиа-стры? Один, чего-то такое. Вот единица, понятно, что это. Может, его, конечно, чем-то можно очистить. И да, кстати, вот эта вот, она со звёздочками. Вот они тут. Ну, тут не видно, конечно, что-то звёздочки. Ну, тут единичка, и вот она такая же, слегка вытертая. Ну, как вот там, мне одна монетка уже встречалась. Единичку-то понятно. Тут такие какие-то кленовые листики. Или дубовые листики по бокам. Веточки такие. А что написано под этим рублём? Загадка природы. И тут у нас, опять же, глубина сибирских рот. Вот, демократия. Демократия-то я поняла, что демократия, но она так написана как-то. Ещё какое-то слово. И то ли это такое длинное слово. Видимо, какое-то слово и республика. Ну, понятно, так-то републик. И какой-то вообще, в общем, что-то такое непонятное. Не знаю, что-то такое. Треугольное какое-то. Походу, дело ледочек заканчивается. В общем, я успею, наверное, перед садом прокатиться слегка. Правда, наверное, не совсем туда, куда хотела. Но вот вчера мы с нашими панистом обсудили мой велик. Не только мой вообще велик. И я так поняла, что мне, видимо, советуют по российским дорогам ездить по периметру. Ну, в смысле, у нас это в районе по периметру, по тротуару. Хоть я сейчас стараюсь ездить именно вот как вот, ну, по правилам дорожного движения. Но, действительно, водители у нас сказочные. Да и некоторые, не поверите, я вчера вот реально, я впервые в жизни увидела, я с ним поделилась. Я хотела сначала не делиться, потому что мне потом очень такая добрая девочка открыла дверь, помогла с выводом велико, когда я от родни уезжала с овощами. Когда я родню еще ждала и по периметру, по цен, ну, в общем, цветочки объезжала, мне попалась, знаете, вот мем. Я впервые в жизни увидела, я на днях еще с подружкой списывалась, в контакте с Юлькой, что-то про это. Я ляпнула от балды, я же отец. Она, ну, я ей жаловалась, не то, что жаловалась, удивлялась, почему у меня френдят там какие-нибудь мамочки в декрете. Я не против мамочек в декрете, но вот они у меня френдят, причем, ну, не обязательно, именно вот не с Ютуба, а просто вообще какая-нибудь там мамочка в декрете. Или что, не предлагающая мамочка в декрете? Я ей написала, ну, я что, я же отец, что ли? Так у меня получилось, я же отец в одно слово. Она говорит, ну, это действительно есть, я так узнаю, оказывается, я от балды ляпнула, оказывается, есть я же отец. И, в общем, мне вчера попалось две я же матери. Я в жизни не видела их вживую, я думала, что это просто прикол. Пару раз как-то в интернете что-то читала такое, я же мать, я же мать, и тут реально вот можно проехать. Там человек даже прошел какой-то, но они так стояли, что там безопаснее было пройти, поведя этот велосипед, чем проехать или попроситься как-то их там разойтись. Причем такая, как бы не то, что улица не улица, тротуар, но там в четвером реально можно вот 4 не тонких человека могут в ряд пройти спокойно. Это чтобы сравнить, вот как вот одна с коляской стоит, другая с коляской. И они на таком мате говорили, что вот если я когда-то материлась в камеру или там допустим вообще где-то материлась, то я еще так, это, цветочки детские лепят, и они стоят вот с своими вот этими ребятенками, да, в колясках они у них, маленькие дети, они все равно это как-то потом впитывают, воспринимают, и там такой мат-перемат. Не знаю насчет сигареты, потому что я просто в такой шок впала, что я как-то не вникала, были там сигареты или нет, но мать там стоял, молодая мама, да, вот это, ну я же мать, и там вот в одной проскользнула, я же мать, а ко мне никто не пришел, я же мать, думаю, ты же мать, ну ты можешь как-то отодвинуться, ну не для тебя же это вообще все пространство сделано, а для всех людей. Так-с, и у меня тут осталось две монетки, одноровная опять же, вот здесь вот ничего нету, тут у нас двоечка, 1952 года, я пытаюсь прочитать, прежде чем вам показать, это если тут какие-то звуки, то у меня кот спрыгнул и запрыгнул на окно, гросс, гротчин, в общем, джи, которая вот такая вот, вот, джи, потом R, O, S, которая доллар, C, H, E, N, что там написано, значит, да, я пыталась немецкий изучать, ну у меня что-то как-то, за все 10 лет, как я пыталась, так и не хватило, у меня даже по приложеньке года два назад пыталась, по какой-то такой, спинка Яковлевой, правда, на английский изучала, а немецкий пыталась изучать попутно еще, у меня еще книжечка была, грамматика у меня, уволокла такую детскую хорошую грамматику, не то что детскую, но, в общем, очень простую, для начинающих самое то, моя преподша по гармонии, по музыке, с концами, я уже, не знаю, 2007-го, наверное, года ее не видела, ну и грамматику тоже, еще там пару книжек она мне так и не отдала, ну ладно, хрен с ней, но суть такая, что немецкий я пыталась изучать, у меня даже, по-моему, словарь немецкого был, не знаю, буду разбирать свои книжки, если найду, то, значит, мне повезло, но у меня еще есть, а если нет, то, значит, кто-то все-таки у меня его позаимствовал, и, в общем, мне чутка, что, может, тут на немецком, то есть какое-то такое сочетание, републик, ос, перейду, точечка, или закорючка такая, ос, тер, речь, наверное, немецкая, что-то такое, не знаю, но, в общем, вот это, я постараюсь показать это в камеру, чтобы оно было видно, двоечка, два чего-то, а вот сзади, мне кажется, наверное, это какая-то птичка в профиль повернутая, но она настолько затертая, что непонятно, что это. Так, и последняя монетка, болтология у меня тут на 30 минут чем-то вышла, так, один, пен, пэй, пэй, фэ, е, н, н, и г, как-то так, по-моему, да, фен, н, г, феник, дэд, дэдчеланд, что-то такое, может, у нас все-таки немецкая, ну, у бабушки был брат, который несколько лет жил в Германии, ну, войну прошел, то-се, может, он привез, жил он какое-то время в Германии, там у него даже какие-то дети родились, ну, в смысле, какие именно, какие-то, или дядя с тетей, или кто-то один из них, это у нас 1952 год, тут тоже какой-то такой, колосочки какой-то, молот, циркуль фиг знает, вот оно, сейчас я как-то попытаюсь это безболезненно, чтобы особо монтаж не делать, подблизить, ну, мне кажется, при желании можно рассмотреть, может, конечно, у меня на мониторе фотика не очень так понятно, надеюсь, что это будет ближе видно на мониторе компании, там телефон у нас еще будет смотреть, ну, вот, такие у меня тут циферки, с буковками, с рубриками, 8 у меня просто монеток и 13 рублей с Лениным, ну, конечно, тут с Лениным только два варианта на самом деле, но все равно, этот Советский Союз, типа Ленин, то-се, какая-то фигня оранжевая попалась, ой, это у меня этот, бисеринка, оказывается, бисеринка, бисеринка, вот такой видос странной коллекции, ну, может, не странный, кто-нибудь там этот скажет, ну, коллекции, с глубины сибирских руд, ну, если вы досмотрели до конца, то вы просветились и словили от меня положительные эмоции, которые я дарю исключительно в конце видосов, у нас, кажется, все-таки закончился дождик, да, я понимаю, что у меня в кадре не было только руки, но я постараюсь, может, что-нибудь записать такое, чтобы был в кадре, просто я пыталась как-то сообразить, что думаю, если я буду мордой, лицом, короче, в камеру смотреть, ну, то, наверное, у меня не получится так вот вблизи показать эти рубли, чтобы было видно, поэтому я решила ограничиться руками, ну, шо ж, спасибо за просмотр, спасибо, что подписываетесь, ставьте лайки, ставите лайки и дизлайки, и да, кстати, кто-то мне там в видосе сказал, что я вообще снимала на телефон кота, пыталась передать, хотела, я не помню, кому его скинуть вконтакте, в результате, когда скинула на комп, пришла, чтобы не смонтировать, потому что мне почему-то снялось оно кверх ногами, и думаю, не залить бы на ютуб, что ли, уж раз уж там я ничего не кидаю на канал, чего-то у меня опять это, а, кто-то там писал, что, ну, типа, кому же могут не нравиться котики, так вот ответ, кому могут не нравиться котики, тем, кто ставит пальчик вниз, вот там я просто когда скинула, еще Юльке написала, говорю, прикинь, говорю, не успела еще залить, там что-то час, что ли, ночи было, или типа того, и уже первый дизлайк на котика, ну, кому может не понравиться котик, наверное, тому, кто любит собак, или тому, кто любит ставить дизлайки, всем хорошей погоды, отличного настроения, и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok